Дорогие друзья, всем привет! Я немножко проспал Бралток, но я думаю, что информация все равно вам будет интересна. Я думаю, что вы уже смотрели его, я думаю, что вы видели перевод, более-менее знаете, что будет в обнове, но я вам дам немножко дополнительную информацию. Значит, я вам расскажу про все гаджеты, я вам расскажу, сколько будут стоить скины, я вам скажу, какие будут два персонажа, какой они будут редкости, когда обнова, бла-бла-бла, это все мы посмотрим в этом ролике. Я не буду дословно все переводить, все будет тезисно, поэтому усаживайтесь поудобнее. Ребята, много информации в ближайшие дни будет. Если вам интересно, что будет в обнове, снэкпике, геймплей, вот это все, подпишитесь прямо сейчас на канал, поставьте лайкос этому ролику, ну вот поставьте лайкос, если вы хотели бы, чтобы обнова вышла как можно скорее. Вот, ну, давайте смотреть Бралток, и я вам буду параллельно на фоне Бралтока все рассказывать. Информации много, буду ставить на паузу, и буду вам все это, в принципе, озвучивать. Поехали! Дословно я, конечно же, вам не буду все переводить. Я думаю, что вы уже знаете, что будет не один новый боец, а их будет несколько. Будут новые скины, будет новый челлендж, в общем, об этом всем по порядку. Первое, что коснется изменения в игре, ребята, это гаджеты. Вы посмотрите на вот это мракобесие просто. Ну, серьезно, я когда увидел, тут на каждого персонажа показывается, что он будет делать. Давайте по порядку. У меня про всех персов... На всех персов есть описание всех гаджетов. Естественно, я вам всех их не покажу, поэтому я вам их зачитаю. Гаджеты. Что такое гаджеты? Гаджеты, это как типа пассивки, это дополнительные способности персонажей. Они, кстати, имеют лимит и перезаряжаются как выстрелы. Гаджеты. Давайте обо всех гаджетах по порядку. Значит, роза. Роза удобряет вокруг землю, где сразу же вырастают кусты, служащие отличным прикрытием. Это что за напарник була, получается? Ну, вы представьте эту тему. То есть вырастут кусты, и в них можно спрятаться? Серьезно? Или это только для розы будет работать? Ну, ладно. Следующий. Ворон. Ворон получает щит, снижающий урон в течение какого-то времени. Урон тоже неизвестен. Вот. Какой-то будет щит, может, как у Дэрила, не знаю. Далее. Новый персонаж. Я вам про новых персонажей не сказал. Будет два новых персонажа. Это Джеки и Спраут. О них чуть-чуть попозже. Ну, давайте про Спраут. Какой у него гаджет будет? Он съедает кусты. Он съедает куст и восстанавливает себе какие-то здоровья. Но это вообще персонаж из разряда тоже там ботаники, да? Поэтому к нему попозже вернемся. Брок. Брок вызывает... Ой, взрывает землю под собой и, ну, короче, наносит какой-то урон. Врагам, находящие поблизости. Взрывает землю. Ну, это интересно. Это что, он как-то будет ее под... То есть, он всегда градом ракет накрывал. Теперь как-то по-другому, что ли, будет? Или взрывает землю под собой? Далее. Рика. Рика, кстати, у нас есть вот здесь. Вот. Рика стреляет очередями пружинящих пуль, которые отскакивают во все стороны. Не совсем понимаю, как это отличается от ульты. Но прикольно. Стреляет дико. Спайк. Спайк выпускает во все стороны очереди иголок, нанося какая-то единица урона при каждом попадании. Давайте посмотрим. А, вы видели, да? То есть, вот так с него какие-то колючки вылетают. Вот. Ну, прикольно. Слушайте, дополнительные способности персонажам это респект. Реально. Значит, Пенни взрывает свою пушку, ударная волна от которой рушит стены и наносит, так, единицу урона врагам, находящих поблизости. Здесь мы, наверное, не увидим эту тему. Тут Макс. А, вот Пенни. Вот, вот она. Бум! Вы видели, да? Далее. Нита показывает своему медведю... Приказывает нанести своему медведю урон по земле, оглушая всех врагов в радиусе действия. Не, хотя тут всех персонажей по очереди, думаю, можно выцепить, но в любом случае, эту информацию вы получаете. Барли. Барли раз... Барли разбивает бутылку. Почему-то шутка другая, на которой я сидел. С липкой смесью, оставляя лужу, которая замедляет всех врагов, наступивших в нее. То есть, как пассивка, как у Спайка, да? Типа... И все так медленно начинают двигаться. Прикольно. Что там за смесь, непонятно. Далее. Турель Джесси порождает ударную волну, замедляющую всех врагов, находящих в зоне ее действия. Тоже какое-то замедление. Так. Всех врагов, подобравшись близко Джину, отбрасывает назад! Джин также восстанавливает очки здоровья. То есть, у Джина прикольно. Ульта он притягивает, но вот этот гаджет он отталкивает. Интересно, что будет. Тик сбегает от ближайшего врага, оставляя за собой одну мину. Ну, такой вот гаденыш. Макс, здесь, кстати, Макс изображен. Сейчас я вам покажу, где ты, Макс. Иди сюда. Вот он, Макс. Давайте еще раз посмотрим. Давайте я вам прокомментирую Макса, и вы посмотрите, как это в действии будет. Значит, Макс бросается к ближайшему врагу. Во время броска он не восприимчив к любому удару. Хотя тут я не понял в этом. На видео я не понял, как это работает. Далее. Шелли бросается вперед с помощью крюка и веревки. Это что, как рыбак в Клаша Яле? Серьезно? Типа, оп! И... Ну, ладно. Какой крюк? Какая Шелли? Ладно. Следующее. Джеки. Это новый персонаж. Получает заряд энергии и двигается на какое-то количество быстрее в течение какого-то времени. Пока данной информации нет. Пэм. Пэм, по-моему, была в ролике. Но, опять же, это не обязательно смотреть. Просто знайте. Пэм ставит лечебную турель, которая дает залп, восстанавливающий какое-то количество здоровья союзникам. И, в частности, Пэм. Вот. Динамайк. Бещанно вращается. Это мы уже прочитали. Который разбрасывает динамитики вокруг и нанося урон соперникам. 8 бит. Мгновенно телепортируется к усилителю урона, который после этого взрывается. Вау. Вау. Слушайте, ну тут где-то было. Что это такое? Как это? Наконец-то его турелька хоть что-то значит. Не, она вообще служила очень хорошим дефом. Но он к ней телепортируется. Как это будет выглядеть? Очень интересно. И в скором появится больше инфы. Если вам интересно, подписывайтесь. Дэрил начинает крутиться, стреляя шквальным огнем во всех направлениях. Просто вот так вот. Ра-та-та-та-та-та-та. Как Моргенштерн. Поняли, да? Так, дальше. Фрэнк получает способность прерывать действующее оглушение и становиться невосприедшим к оглушению. Замедляя и отбрасывая... Замедление и отбрасывание назад. То есть получается Фрэнку нельзя будет сбить... Сбить его ульту? Офигеть! Вы чё? Это слишком опасно. Дальше. Карл оставляет за своей вагонеткой шлейф из горящих камней. При которой, конечно же, наносит урон противникам. Сколько? Это пока неизвестно. Далее идём. Бо оставляет на поле боя тотем. Ух ты, грёбаный шаман! Который восстанавливает супер-бой союзникам в радуице действия. Интересно, моментально или быстрее? Или как это восстанавливает супер-это как? А, это будет набираться, наверное, быстрее? Ну, короче, не знаю. Вот такой вот гаджет. Эльприма хватает ближайшего врага и бросает его через плечо, словно... Пёрышко! Это уже Амрессинг пошёл. Прикинь, берёт на плечо. Я хотел бы посмотреть, как он берёт Пэм. И опол вот так вот. Офигеть, ребята! Как же я хочу эту обнову. Морти сделает взмах лопатой, нанося всем врагам поблизости урон. Это что вообще такое? Что за быдло? Какой лопатой? Представляете, Морти с лопатой по хлебальнику? Кто сказал, что я худший персонаж? Жесть! В течение какого-то времени Тара и её союзники могут видеть всех врагов, даже прячущихся в кустах. То есть как бо, да? Движемся дальше. Покой все союзники рядом. С ним восстанавливают определённое количество здоровья в течение какого-то времени. То есть Покой и так хилит, а теперь он будет ещё хилить, как и Джин пассивно. Обалдеть! Пайпер выпускает череду выстрелов ближайшего врага. Каждый выстрел наносит... Пайпер что, будет стрелять чередями? Офигеть! Мистер Пи усиливает своего носильщика, повышая наносимый урон на определённое количество здоровья и на определённое количество единиц урона. Сэнди засыпает на определённое время с полностью восстанавливаемым здоровьем. Интересно, на какое время? Сколько ей понадобится времени, чтобы восстановить здоровье? Би оставляет на поле боя соты, замедляющие любого врага, который подойдёт к ним слишком близко. То есть будут какие-то, не знаю, улья, и они, видимо, будут замедлять врагов. Булл Мгавена восстанавливает... Сколько это здоровья? Боже, что это? Я вообще в Бролл Старсе? Сколько всего интересного! Леон создаёт своего двойника, сбивая врагов с толку! Это всё гаджеты, пацаны! Коль... Так... И последний персонаж, Биби, восстанавливает определённое количество очков здоровья в секунду. В течение какого-то времени. Ребята, это обалдеть! Гаджеты, это супер круто! Это вообще просто шикарно! Ууу! Жесть! Новый персонаж! Будет всего два новых персонажа, как я и говорил. Значит, это Джеки. Это будет супер редкий персонаж. И это Спраут. Это будет мифик. Вот Джеки. Она наносит вокруг себя урон. Значит, она такая скачет на своём отбойном молотке. И наносит врагам урон, который находится очень близко. Её способность, её супер, притягивает к себе соперников, как Тара, не знаю, как Торнадо в Клэш-Айале. Ну, я думаю, вы видели, да? Вот так она у нас скачет, скачет, короче. Бам! Наносит урон! Бам! Наносит урон! Ну, прикольно, прикольно. Кого-то она мне даже напоминает. Кого только не пойму. А! Вспомнил. Это... Это с другой игры. Друид, короче. Таурен-друид, который... Вообще, только Таурены, которые... У них стомп такой есть. Этот... Ачивка расовая. Так, ладно, движемся дальше. Дальше у нас ремодель Дэрила. Ой, я извиняюсь, секундочку. Вот так вот. Дэрил футболист. Прикольный, кстати, скин. И сейчас будут все, короче, какие-то введения, связанные с футболом, потому что... Я не знаю, кто кому стал спонсором, но они начали сотрудничать с футбольным клубом PSG. Это круто. Короче, прикольный скин. Теперь Дэрил будет катиться, как мячик в ворота. Офигеть. Эмс не очень. Пэнни не очень. И PSG Шелли тоже. PSG в форме этой футбольной команды. Чтобы получить PSG Шелли, вам нужно пройти полностью испытание. Но не как раньше, да? Там 12 побед было или сколько? Теперь всего лишь 9. Да, по-моему? Да. Все верно. Не волнуйся. Ну вот, это они про PSG говорят. Так, далее, что там? Короче, они говорили, что уберут билеты. А-а-а, не надо! Билеты, которые, вы поняли, да? За раборубку, у которой фармятся боксы. У нас сейчас проект с Серегой. Что делать? Не знаю. Может, какую-то альтернативу ведут? Ну, не совсем я понял. Для чего и зачем? Ну, я надеюсь, что это не во вред игрокам будет. Билеты, прощай. Ух, не, ну, слушайте, ну она... Мячик теперь будет не коричневым, да? Как в американском футболе. А теперь как в нашей русской футболе. Так, в апреле будут новые скины. Вам же интересно, сколько они будут стоить? Давайте по новым скинам. Футболист Дэрил. Он будет стоить 80 гемов. Футболист Шелли. Ну, PSG Шелли. 80 гемов. Футболист Динамайк. Обалденный! Я вам бесплатно эти все скины подарю. Кто хочет, подписывайтесь на канал. Будет 150 гемов. Джесси, которая с деревом. 150. Бо. Хорус Бо. Тоже 150. А вот темная зайка Пенни будет стоить 10к старпоинтов. А колледж Эмс будет стоить тоже 10к старпоинтов. Скоро будут обзоры, все дела. Поэтому подписывайтесь, не пропустите. Новый персонаж. Спраут. Ой, Спраут, я извиняюсь. По нему вы, возможно, ничего не знали. Давайте я вам расскажу. Спраут это прототип какой-то модели, разработанной для выращивания растений. Он ездит по полю боя, щедро сея свои зернобомбы. И кто окажется врагом, тот получит в лоб зерном. Спраут бросает полный семен шар, который скачет по полям, а потом взрывается. Если шар задевает врага, то взрывается при контакте. А также Спраут ставит маленькую зеленую стенку, защищающую своих союзников от врагов. Это всего лишь кусты, но они очень эффективны. Вот, это вся информация по Спрауту. Вот такой вот он, гаденыш. Майнкрафт, моя жизнь. Привет. Это классно. Но, мне кажется, что этот персонаж выйдет не скоро. Так. Ну, будет ремодель... Ставь лайк на видео, подписывайся, да? Я там пропустил что-то? Там ремодель Дэрила, да? Вот это все я пропустил, походу. Ну, будет ремодель Дэрила, да? По-моему, Пэм будет. Но это все, на самом деле, мне неинтересно. Самое главное, это я вам рассказал. Также еще будет новый режим. Это режим Brawl Ball. Там надо... Ой, ну вот этот же, который надо пройти, получить скин Шелли. Так. А нет, стоп. Выграй бои в режиме Brawl Ball и получи бесплатный скин Шелли. Играй с друзьями, используй функцию поиска команды, чтобы повысить свои шансы и успех. Вот. Ну, у меня тут есть и скрины, которые, возможно, нельзя показывать. В общем, есть также анимация новых бравлеров. Все это есть. Но, ребята, надо дождаться официальной инфы. Короче, подписывайтесь, если вам было интересно. Блин, все новые гаджеты, это обалдеть просто. Это целая история про каждого персонажа. Ух, ребята, это офигеть. Если вам хочется еще больше инфы, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и нажимайте на колокольчик обязательно. Пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось, что вы ждете. От чего вы офигели? Ну и как можно скорее, чтобы вышла обнова, обязательно накидайте сюда дохренища лайков. Всем приятного дня. Ждите новые видосики. Хорошего настроения. Ждем обнову. Ближайшие сникпики будут на днях. Я так понял, что обнова будет до конца мая. Вот. Вся, вся обнова. Но она выйдет некоторая раньше, некоторая позже. Короче, непонятно. Ждем дополнительные инфы. Но я вам попытался рассказать все самое интересное. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.